Одним из самых грубых нарушений является подкуп. Это нарушение тянет на снятие кандидата с предвыборной гонки или отмену результатов голосования, в случае, если факт подкупа будет зафиксирован и доказан. Найти доказательства очень сложно. Как правило, сам кандидат вряд ли будет передавать кому-то купюры или иные предметы, которые могут признать подкупом. Хотя такие факты иногда случаются. Еще одним распространенным нарушением является спаивание электората. Любители выпить за чужой счет проявляют готовность проголосовать при условии, что за ближайшим углом ему нальют заветное 100 грамм. О таких нарушениях необходимо незамедлительно сообщать с указанием точного места, где расположились организаторы спаивания. Среди других методов незаконного привлечения голосов избирателей – организация карусели, когда голосование проводят по заранее заполненным бюллетеням. Сам факт подтасовки результатов доказать бывает очень сложно. Но надо знать, что такие действия являются незаконными и предусматривают наказание вплоть до уголовной ответственности. Еще одним нарушением является проведение агитации в день голосования, либо в день тишины 9 сентября, когда агитация также запрещена, чтобы дать возможность избирателю определиться и утвердиться в своем выборе. Распространение агитационной продукции также запрещено избирательным законодательством накануне и в день голосования. В нашем случае это 9 и 10 сентября. Обо всех случаях нарушений сообщайте по телефону 3208. Уважаемые избиратели, 10 сентября состоится единый день голосования по выборам депутатов Думы Полевского городского округа 6-го созыва и выборам губернатора Свердловской области. Если в день голосования вы столкнетесь с ситуацией, когда будет происходить нарушение избирательного законодательства, либо у вас вызовут какие-то сомнения действия членов избирательной комиссии, наблюдателей, кандидатов, по всем этим вопросам, связанным с выборами, прошу вас звонить на телефон горячей линии Полевской городской территориальной избирательной комиссии 5-89-78, либо на сотовый телефон Полевской городской территориальной избирательной комиссии 958-228-83-17. Также хочу сообщить, что работает горячая линия избирательной комиссии Свердловской области. Вы можете написать обращение как на сайт комиссии, на электронную почту. Это можно сделать и в адрес Полевской городской территориальной избирательной комиссии. Любой вариант ваших обращений будет доступен. Любые возможности, которые вы используете для того, чтобы донести до нас какую-то информацию, будут реализованы, и ваше обращение будет рассмотрено в обязательном порядке. Приходите на выборы, голосуйте.